всем привет съездила на море но это будет следующее видео я вам расскажу про расход на чем ездил ну и вообще красивые места вам покажу пока я был в отпуске свой автомобиль niva я загнал к товарищу фидан фидан привет всем здорова да и это видео посвятим моему автомобилю 4 года про лакокрасочное покрытие и так мой автомобиль 4 года приобрел автомобиль феврале 2019 вообще автомобиль 2018 года ноябрь то есть в эксплуатации это автомобиль у нас с февраля 2019 года по лакокрасочному покрытию вот смотрите вот это все родное ржавчины у меня нету вот эти швы родные как бы такого выраженного ничего у нас нету здесь вот давайте пройдем вам сразу покажу по этим швам тоже вот ну как бы есть вот там немножко ржавчина как бы заметно но вы знаете ее протрешь и как бы но вспученности такой здесь нету так здесь вот уже смотрите вот она уже случилось но ржавчина все равно вот здесь как бы не видно хотя изнутри мобилем я засовывал трубочку и швы вот эти где металл на металл накладывается то есть изнутри я обрабатывал здесь есть потом вот здесь вот нюансы здесь тоже ржавчина вот но мы еще и как бы ничего не делали займемся попозже то есть вот здесь вот из-под резинки есть тоже нюанс то есть как бы краска не вспучилась но ржавчина вон там потихонечку идет здесь у меня перекрашивали по гарантии то есть вот эти бархатки которые стоят металлические они сжимают тоже краска была вспучена имеет по гарантии все перекрасили но это буквально прям муж года два тоже видео есть здесь тоже вот как бы сейчас все нормально так здесь смотрите тоже относительно все нормально но вот она вспучилась краска то есть из-под резинки идет зимой возможно да ну-ка объясни из-за чего натирает скорее всего туда вот кусочек грязь попадает резинка стекло ходит все равно натирается здесь пошло если резинку этого сейчас поднять то сейчас я возьму один камень натирать вот лишь вы улилась вот смотри туда вещь она как натирает она стирает краску и от этого начинается ржавчина слушая эти где она должна сливаться вода здесь вот есть слив специально трубочка торчит она проходит здесь внутри и здесь выходит она забивается тоже но тут и не за нее вот смотри еще лишь натирает вот он вот краску стирает покрытие повреждается и вот начинает гнить понятно так дальше по капоту здесь у меня пленка наклеена как бы нюансов нету каких-то рыжиков сильных ярко выраженных у нас сюда финан нету но вот так вот по кузову да вот здесь по крыше смотрите швы ну я тоже не вижу как бы ну нормально и теперь пока я был в отпуске автомобиль находился вот у фидана в гараже фидан занимается малярными ну и вообще кузовными работами у себя в гараже я люфи дан вот тут у меня косяк там косяк групп пороге немножко можешь мне подделать я как машину купил сразу взял gravitex и под каждый год пороге обрабатывал думал в сумме там все правильно и все хорошо в итоге меня фидан присылает видео здорово виталь сейчас быстренько пробежимся вот смотри мне пришлось все до металла сносить везде ржавчина везде ржавчина идет вот пишут эти точки это подкраска была ржавчина но швы понятно швы они я туда не могу залезть максимально запущу вот смотри из-за этого виталь и я снимаю полностью все до металла можно было сверху наложить там год-два поездила но это не дело поэтому у меня самый долгий сервис все от распиливаю сейчас болгарки сюда пилю здесь песочкой придется пройтись пескоструечку пробежаться вот по низам вообще он смотри тогда расскажи что сделал и покажем вообще хотели просто перекрыть гравитексом это все дело да я говорю фидан груза на вру гравитексом не сделай начал счищать дисков и были где явно ржавчина была начал счищать и получилось так что например если здесь есть ржавчина когда начинаешь расчищать и из подкраски выходил тоже ржавчина хотя и визуально видно не было и в итоге мне пришлось все до металла снять полностью и по новым все перекислость получается снял до металла обработал пескоструйкой нанес сюда кислотный грунт сверху простой эпоксидный грунт и потом уже гравитекс и лак краски да и сейчас на данный момент у нас получается вот так вот красиво надежно и красиво то есть у меня было гравитексом вот так покрашена фидан все счистил и сделал выше здесь вот арками смотрите тоже буквально вот до этого бортика вот видите бортик идет и по всей арки вот так вот он сделал еще просил его вот здесь у меня были нюансы так как колеса 215 и вылет дисков на 40 вот когда колеса туда заходили у меня вот эта часть ну как бы крыло выгнуто было сюда но некрасиво я вроде молоточком подстучал но краска тут слезла и было некрасиво вот фидан тоже снял полностью бампер то есть здесь вот все нанес и вот таким образом все мне покрасил и сделал просто красоте просто красоте самое главное забыл обрабатывать будем кислотным грунтом фасфатирующим это вот в первый слой пойдет тонкая пленка второй слой пойдет миповский грунт хорошего очень вот это очень хороший грунт проверенным но и уже давно и сверху накрываем резиной резину перекрываем краской вот я краску и готовил окраску перекрываем лаком такой пирожок небольшой получится но зато машина будет ходить и надо будет еще обязательно в короба снутри налить мобиль потому что я внутрь залезть не могу сейчас вот вот это вот будем поливать на металл на металл общий план стать машины короче целая технология сейчас слой за слоем пойдет варить будем короба 30 минут ждем ровно 30 минут так если кислота потравится сверху накрываем еще один грунтом моим любимым грунтом миппель следующий слой протравили все пропадет еще один слой еще потом два других составов это четвертый слой это резина по не поверх нее будет краска еще и лак вообще нормально будет ну вот виталь как это должно выглядеть все никаких черных пятен и хорошая защита это трудоемка на эту правильная работа просто красоте не здесь вот эти швы я тоже изначально но черной краской забрызгивал дубл что не будет у меня там ржаветь но как оказалось что даже под гравитексом и под краской идет ржавчина сейчас я открою вот например видите вот я вот так вот забрызгивал тем самым думал буду будет у меня защищена вот и вот здесь вот так вот тоже было забрызгана но ржавчина все-таки берет свое до фидан полюбасу это вот сейчас мы сверху все обработали закрыли но теперь изнутри нужно будет подкрылки снимем там есть пробки специально достоин с этой стороны забрызгаем наверно отработкой до отработка забрызгаем чтобы изнутри пороге тоже были как бы ну какой там мы маслянистую пленку до создать так как мы катаемся бывает что заезжаем глубоко то есть пороге вода и зимой также катаемся и образуется естественно там холод вода конденсат да и изнутри начинает идти ржавчина завода внутри там ничем не обработано там голый металл идет особенно вот на этих швах вот здесь две панели путь от вот одна панель вторая и в 10 между ними нету никакой обработки ничего туда не засунешь поэтому лучше заливать максимально проливать и вот вот вкратце в принципе вкратце четыре года 42 тысячи пробега эксплуатацию автомобиля ну на каждом моё видео в принципе вы можете видеть относительно так если честно сказать что за четыре года более-менее нормально да да и но раз бывает что перекоса стоять крышка задняя даже не не закрывается и естественно все швы у нас играют правильно вот по лифту пока вот так у нас задние видите ниже пружина заказал плюс 50 ждем но это уже будет следующее видео а так ну конечно хотелось бы и автомобиль у меня идет грунтованный было нет крон был потому что многие не вы не знаю доеду завтра не доеду многие него которые стоят в салонах новые у них уже вот здесь ржавчина это примут есть такая беда не знаю почему я надеюсь что мой автомобиль который был произведен в восемнадцатом году проходил катафорезную ванну я так думаю хоть и и там пути не крути туда не попадет ну конечно на игру я хоть с той стороны то обрабатывал но увидишь все правильно ну вот это наверное займемся позже да это на двое стекло вытащить она не знаю там приклеилась не приклеилась как она себя поведет вот но я думаю дойдет до этого руки вот так что фидану большое спасибо за проделанную работу очень много труда и времени видео сейчас вот я вам вставлю то что все данные присылал я-то думал что будет там точно все а когда он все это зачистил все распахал и все это человек делает долго но качественно как бы надежно ну да то есть то что поверх моего бы да ты покрасил она и не видно коррозия уже пошла по лакокрасистому покрытию наверное видео будет короткое но понятным для всех все ждем следующее видео всем спасибо спасибо